Добрый вечер, уважаемые кыргызстанцы! Спортивный канал КТРК «Спорт» продолжает вещание передачи «Арена». Меня зовут Алмаз Раимжанов и я вас искренне приветствую. У нас сегодня в студии в гостях Бахтагуль Токтаболотова и Айджан Буранбекова. Здравствуйте, девушки! Как ваше дело, как ваше настроение? Мы футболистки нашей национальной сборной Кыргызстана. Те, кто переживает, любят и болеют в целом за спорт, я думаю, они прекрасно вас узнали. Вы у нас уже бывали в гостях. Как ваши дела? Спасибо за приглашение. Нам очень приятно. И мы постараемся вам немного дать информацию про женский футбол. Можно и побольше, не немного. Особенно это касается Бахтагуль, потому что совсем недавно она приехала из Астаны. И нам очень интересно, какие параллели, какие преимущества и какая разница между чемпионатом Кыргызстана и чемпионатом Казахстана. Именно по женскому футболу. А то все время тогда мужском, да, мужском. И никто не видит наших красавиц. Ведь они вон совсем недавно поучаствовали в международном турнире Центральной Азии. Кафа Кап. Об этом мы с вами тоже поговорим. Айджан, как ваши дела? Она действующая футболистка не только национальной сборной и футбольного клуба Азалия. Как я уже сказал, по-моему, самый знаменитый клуб, где играют футболистки очень высокого уровня. Почему именно в Азалии так происходит? Почему этот клуб, он известен спортивной общественности? Или это просто такой распиаренный, так скажем, клуб? В чем преимущество? Просто этот клуб уже существует давно, около 30 лет. Оно недавно снова появилось. И там всегда сильные игроки, хочется это сказать. И тренирует. Гульбару Смонову. Да. Это, по-моему, тоже один из таких ярких феноменов, ярких факторов. Сегодня, забегая вперед, дать уже сразу поздравим. Дело в том, что одна из самых именитых тренеров нашей Крыгойской Республики сегодня отмечает день рождения ваш тренер Гульбару Смонову. Если она нас слышит от лица канала КТРК Спорт, мы сердечно поздравляем вас и желаем вам как можно больше здоровья и больших побед. Девушки, я надеюсь, мы не задержали вас на дне рождения со своим эфиром. Нет. Как обычно отмечают футболисты, ну понятно, тренеры, они могут там себе позволить где-то там немного отдохнуть и так далее и прочее. Им профессия позволяет. Футболистки, особенно действующие профессионалы, кажется, это другое. У вас все-таки тренировки, режим. Помните, вот, ну не то чтобы последнюю дату, но самое такое вот день рождения, когда вы прям вот с размахом отметили в октябре? Это было на день рождения моей коллеги из Казахстана. Мы в Казахстане отпразднули. А, то есть не ваше день рождения-то было? Ну, мое день рождения летом было, и я уже, ну, я празднула, но я что-то не помню. А, не помню. Тогда, значит, хорошо, отпраздновала, раз уж не помните. Отлично. Айджан, у вас как было бах? Ты говоришь, не помнит, как праздновал день рождения, но мы уже понимаем, что там было все хорошо, все было весело. У вас как было? Я обычно праздную день рождения у семьи, рядом с мамой, с отцом, с родными. Ну, подруги, что же есть, которые названивают, по WhatsApp пишут? Айджан, выходи, мы пришли, тут у нас маркини. Не было такого. Я вот сразу говорю, что я буду с родными. Отлично. Не люблю я шумные места, лучше дома с родными. Отлично. Ну, декабрь месяц, совсем скоро, ну, как вот, ну, через дней 20 уже Новый год, елки. А как обычно спортсмен отмечает Новый год? Мне просто самому интересно. Мы-то понятно, как мы отмечаем. У нас тоже корпоратив, там, с командой, собираемся где-то, отмечаем. У нас тоже, как у всех. Так же, как и у всех, без каких-то там напитков, да, горячительных. Я бочный сок, да? Я бочный сок. Чай, сликона. Отлично, отлично. Ну, все-таки форму надо поддерживать, так что футболисты можно понять. Молодцы. Немного о серьезном. Совсем недавно прошел международный турнир Центральной Азии. Кафа Кап. Можно будет в двух-трех словах немного поподробнее рассказать про этот чемпионат. И мы прекрасно знаем, насколько сейчас в Центральной Азии стремительно, стремительно просто развивается женский футбол и в Узбекистане. Я уже не говорю про Казахстан. Что был за чемпионат? Вы заняли третье и четвертое место, там, плюс-минус, да, так скажем? Ну, пусть будет третье место. Так, кто там вообще участвовал и кем был организован этот турнир? Турнир был организован в Дуфанбе, Федерации футбола Таджикистана. Участвовали около шести команд. Шесть команд. Это Узбекистан, Таджикистан, Иран, Мы, Кыргызстан, Туркменистан и Афганистан. Да, Узбекистан заняли первое место, Иран и хозяйки турнира Таджикистан, потом Мы, Туркменистан и Афганистан, да? А все команды, получается, в круговую встречались друг с другом? Да, с другом, да. Отлично. С кем было самое сложное играть? Самое сложное с Узбекистаном, конечно. И с Узбекистаном. И с Таджикистаном. Узбекистан, Таджикистан. Ну, Таджикистан понятно, они все-таки, наверное, подготовились, родные стены. А возраст, который там? Ю-23. А, до 23 лет. До 23 лет сборной команды. Отлично. Ну, третье место, это тоже показатель, это тоже уровень. Чего, давайте для начала, чего не хватило для того, чтобы там, ну, занять второе или первое место? Все-таки опережает по уровню или? Опережает, во-первых, по уровню, по тактике, по технике. По физике. Да, в основном по физике. Нас просто не хватало на 90 минут. Игру с Узбекистаном я могу сказать, что мы первые темы очень хорошо сыграли, 0-0. Это для нас очень хорошо. А это какая была с Узбекистаном? Первая игра. А, первая игра сразу в Узбекистан. Так, хорошо. И, по-моему, первые гол мы пропустили в 63-я минута. А потом уже нас просто не хватило. И, к большому сожалению, они нам забили около 6-ти голов. Ух ты. Это да. Ну, просто не хватило нас, правда. Не хватило сил. И то же самое с Ираном. Первый тайм 0-0 и второй тайм уже опять-таки 4 гола пропустили. 4 гола пропустили. То есть, Таджикистан, Узбекистан, команда, которая все-таки действительно преобладает, да? Ну, пока на данный момент, так скажем. Понятно. Ну, все-таки международный турнир. Туда слабых команд, естественно, не зовут. И приглашаются только самые сильные. Бахтыгуль, у вас была возможность получить такой международный опыт, поиграть в Астане, да? В Казахстане. Имеется в виду футбольном клубе Астана, а вот уже в Нурсултане, да? Уже до сих пор не могу к этому привыкнуть. Какой вы опыт получили? Что за команда? И как вообще так получилось, что вы получили приглашение? Если честно, на моей памяти всего лишь несколько игроков женской сборной, которые поехали и играют за рубежом. Вы, кстати, одна из них. И хочу узнать, как так получилось? Ну, во-первых, меня заметили на играх. Потом вот тренер Нурсултана позвонил, там, мы с ним созвонились. Он пригласил, говорит, типа, может, попробуешь у нас. И вот я согласилась, поехала. Конечно, очень сильно волновалась, одна боялась поехать. И все же я смогла это сделать, потому что... Так, пока вы сейчас, секунду, будут перебивать вас. Позвонил, нам же интересы какие-то, и так далее. Вот, поиграйте. Это все понятно. Что сказали родные, близкие? А, ну, это, во-первых, моя мечта. Я давно об этом мечтала. То есть, играть за границей, это моя мечта. И как только мне позвонили, мои родители тоже обрадовались. Ну, не запрещали ничего. Ну, верят в меня, вот. И я поехала, ничего такого не было. Отлично. Ну, Нур-Султан все-таки, это, если я не ошибаюсь, это больше область, которая находится в северной части Казахстана. Там, я слышал, да, очень холодно, ветер. Представляете, что там творится зимой. Как там вообще, вот, кроме погодных условий, вот, футбольные такие моменты? Ну, там чемпионат состоит из восьми команд, там, и игр, мне кажется, очень мало. Но такие игры, прям, одна игра, ну, вот, мы играем здесь 10 игр, а там одна игра, вот, ну, можешь от этого получить большой опыт. Очень сильные соперники. И вот, уровень, уровень, как, конечно, выше в Казахстане уровень. И вот, тем не менее, я получила очень огромный опыт. Вот, и, и получила опыт, и теперь стараюсь отдать полученный опыт своим коллегам, которые в Кыргызстане. Что там вообще интересного такого-то происходило? Что-то вот того, что вот вы увидели там, в Казахстане, первый раз сказали, вау, вот у нас вот такого нет. Было такое? Такое, да, было. Все-таки, Нур-Султан, это, это область, город, куда приезжает все-таки сам Честер Юнайтед, да? Да, да. Играет в Лиге Чемпионов, приезжает в этот город и... Ну, там все профессионально, знаете, вот у нас, если можешь где-то не играть, там все такое, там нету такого, там профессионально все. То есть, ты должна прям, вот, тебя выпускают, ты должна прям на все 200 играть или, вот... Поблажек нет? Ну, здесь? Нет, там, где вы играли, в Казахстане. Что нет? Поблажек, да, каких-то там? Да, нет, нет, там очень строго все профессионально, и за едой, за всеми ты должна следить. Ясно. Это то, что, наверное, немного удивило, да, скорее всего, вас? Ну, да. Я увидела настоящую профессиональную жизнь футболиста, мне кажется. Ясно. Ну, отлично. Айджан, вот чисто исходя вот из вашего опыта, чего сейчас не хватает, вот, по вашему мнению, нашему, так сказать, женскому футболу? Вроде болельщики уже есть, уже приходят на стадионы, да, мы сам лично хожу, болеем, переживаем, там, родные, близкие приходят. А может, по каким-то техническим моментам, может, какие-то есть проблемы, или, как вы это считаете? Ну, я считаю, что много чего не хватает, если честно. То же самое, что тренеров не хватает, игроков. Например, в Узбекистане тренеров очень много. То же самое и игроков. У нас не хватает игроков, тренеров, и, конечно же, по технической части, то, можно сказать, ну, если честно, все хватает. Кроме, конечно, стадионов, это общая проблема. Не хватает, как бы у нас женский футбол именно заканчивается, как бы предел возраста, это 20-21 и так далее. Если кто-то хочет прям серьезно заниматься именно футболом, играть за границей, то они играют дальше, даже исполняется им хоть 25 или еще что-нибудь. А некоторым игрокам приходится бросать футбол, чтобы заработать деньги. А в футболе мы, к большому сожалению, ничего не получаем. Поэтому игроки в возрасте 20 лет, им приходится бросать футбол. И поэтому наш футбол стоит на месте, женский футбол. Да, есть маленькие дети, которые играют, хотят, но как только им исполнится 19-20, то им приходится бросать футбол, чтобы заработать деньги. И поэтому, как бы, возраст национальной сборной, то есть там, как бы, самый старший 23, самый младший 15-16. Этого не должно быть. Максимум возрастной, возрастное ограничение это 29-30 или еще что-нибудь. Еще выше. Да, еще выше, но у нас игроков, да. Поэтому мы не показываем хороший результат. Да, потому что появляются хорошие игроки, они вынуждены просто уже, так сказать, бросать спорт или делать еще что-то. Или замуж, входит. Ага, или замуж, входит. Ну, есть одна футболистка, она играет за каракол, она вышла замуж, родила двоих, но она и до сих пор играет. Да, это любовь в футбол. Да, она говорит, что самые лучшие моменты ее жизни были именно в футболе. Играя в футбол, она вот прям все помнит и все хорошие моменты у нее были в футболе. Ясно, отлично, очень хороший такой пример. Дайте немного поговорим о чемпионате Кыргызстана. 10 команд у нас участвуют и со всех областей у нас участвуют. Да, вот из Бишкека мы и Ильбирс, Азалия и Ильбирс, есть Борная Таласа, Нарын, и Баткени недавно они появились. Джоалбат, Караколи, Сиху. Вот, в Караколе тоже это две команды. Есть большой, так скажем, большая разница и большой разрыв между футболистками, да? Да, конечно, есть. Потому что тут у нас в Бишкеке девочки очень сильные. И как бы то же самое, что в Баткени. Бывает так, что мы побеждаем их огромным счетом. Это печально, то, что... С одной стороны. И как бы хочется, чтобы такого больше не повторялось. Но там еще, говорю же, игроков мало. Иногда на игры приходят около... Ну, нужно, чтобы как максимум 16-17 игроков. Бывает так, что игроков только около 8-9. Там тоже, как бы, говорят, от футбола ты ничего не получаешь, зачем ты играешь? Все на это упирается. Поэтому уходят и хорошие игроки. Да. А чтобы не уходили, нужно нам, ну, как бы, зарплату. И это уже... Ну, это уже не секрет, думаю. Ну, да, понятно. А вот теперь скажите, девушки, как вы обычно отдыхаете от футбола? Потому что понятно, да, тренировки, спорт и так далее. Какие вот моменты после футбола там вас посещают? Какой... Ну, в плане отдыха, так скажем. Я отдыхаю дома. С родителями. Потом иногда хожу в кино с друзьями. И вот разговариваем. Вот так и отдыхаем, гуляем. Ясно у вас это. Можно сказать то же самое, но иногда бывает то, что я... Ну, у нас, кроме футбола, есть еще и учеба, где мы получаем знания, якобы. Так, вопрос от наших тоже зрителей. То, что девушки-футболистки рано выходят замуж. Мешает им? Вот такой вопрос. Ну, это касается, наверное, не только футбола, а вообще футболисток в целом. Как считаете, это мешает? Ну, на примере футболистки из Каракола мы видим, что нет, не мешает. Но в целом, не всегда же муж может... Ты куда пошла? На тренировку? А, хорошо, иди. Бывают и другие моменты. Какой муж, мне кажется. Да. Может, он будет запрещать играть в футбол. И может, он наоборот будет тебе говорить, иди на тренировку, что ты дома сидишь. Я сам подготовлю кушать. Я сам подметал. Ты иди играй. Ясно. Ну, то да, действительно, ситуация такая неоднозначная. Смотрите. Так, вот еще один вопрос. Это задает персонально Айджан. Вы по профессии журналистка. Не хотели бы вы после окончания карьеры стать спортивной журналисткой? Вопрос от коллеги нашего Биг Султану Синадимову. Спасибо, Биг Султан. Пожалуйста. Ну, я об этом думаю, но... Ну, как бы по профессии, да. Я по профессии не журналист. Я в большей части режиссер. Телережиссер. И так как мой факультет, факультет журналистики, мне приходится изучать именно журналистику. Но я думаю, я лучше уйду в кино. Я буду снимать фильмы. По вашему ответу я понимаю, что журналистика не совсем то, что бы вы хотели. Ну, ясно, да. Все ясно. Ну, теперь смотрите. Вопросы, которые абсолютно не имеют отношения к спорту. Это, так скажем, бытовые, такие гражданские вопросы. Наверное, вы... Я представляю, сколько просто не на телевидении, а просто в быту, сколько приходится вам отвечать на футболистские вопросы. Наверное, вы уже устаете. И за это я подготовил специальные вопросы, на которые вы должны сейчас ответить. Можете развернуто, можете в двух словах, можете, там, я не знаю, предложением. Неважно. Так, давайте, в октябре начнем с вас. Когда вы в последний раз плакали? Последний раз? Да. Вчера. Наверное, это в Душанбе было. А, в Душанбе когда проиграли. Обидно было. Ясно. Айден? Это было... Недавно. Сегодня, шучу. Это было тоже в Душанбе, когда мы проиграли кому-то, не знаю. Я так понимаю, там вся команда плакала. Ну да, потому что это было очень обидное поражение. Я сейчас представил картину матча Ливерпуль-Барселона, когда вот они тоже сидели после 0-4 и игроки в Барселону. Примерно подобное происходило, да? Что значит вообще такой проигрыш для футболиста? Что это за ощущения? Это невозможно описать словами, так как ты вот знаешь, что ты могла бы сделать то, чтобы в результате чего вы могли бы выиграть. Но, к большому сожалению, ты не смогла это сделать. И вот ты сейчас сидишь и платишь. К сожалению, мне кажется. Хорошо. А вот то, что потом вся эта вывеска об уходит к нам, потом мы противные журналисты, говорим это по телевидению. А это как-то сказывается тоже? Если честно, нет, мы не обращаем внимания. Потому что это ваша работа, и вы должны это показывать, чтобы люди сделали то, что футболисты. Ясно, ясно. Так, хорошо. Следующий вопрос. Если бы вы поймали золотую рыбку, то какие бы три желания загадали? Вот здесь вот можно прям по предложению. Давай с тебя. Ого, ничего себе, да. Первое, я бы пожелала, чтобы все болезни мира просто взяли и исчезли. Так. Второе. Второе, чтобы все мамы, папы были здоровы. Ну, я вот сказала же. Второе, пусть женский футбол в Кыргызстане будет на уровне чемпионата, на уровне США. Ого. Отлично. Отлично. Третье. Третье. Чтобы, наверное, у всех учты забывались. Да. Да, да, чтобы у всех было учты. И на следующее утро все ездят на Ламборджини. Нет общественного транспорта. Есть общественный транспорт на Маймахе, да? Отлично. Так. Вновь вопрос от нашего коллеги. Что касается любимых футболистов. Дайте начнем с вас. Мой любимый футболист – это Лука Модрич. Лука Модрич. Да. Антян, у вас. Я могу долго рассказывать. Ладно. Мой любимый футболист – это Хави. Это было в 2008 году чемпионат Европы. По-моему, тогда в него все прям влюбились. Да, вот после этого я сначала влюбилась в него, а потом именно полюбила футбол. Ясно. Ясно. Теперь снова с нашей викториной. Бактагуль, вас, наверное, Бакуля называют, да, в команде? Бакуля. Стали бы дружить со своим двойником. Двойником? Да. Не знаю, смотря какой он или она. Нет, это ваш двойник. Прям, ну, вот ты и вот еще. Ну, да, интереснее было. Отлично. Айдян. С радостью. Ну, вдруг, если вот, например, Модрли, а я спать хочу, я бы его поспалил. У нас сегодня Кросс, кто идет? Айдян отправляет двойника. Ясно. Понятно. Так, считаете ли вы себя примером для подражания? Если да, то почему? Бакуля. Я. Да, считай. Потому что мне об этом пишут в соцсетях и откровенно даже говорят, что вы для меня пример, и я пытаюсь что-то им дать, показать. Вот. Отлично. Айдян? Я не считаю себя примером, потому что я еще не достигла того уровня, чтобы считать себя примером для кого-то. Я лучше, если кто-то мне скажет, я скажу, лучше там посмотри на Криштиана, вот он пусть будет для тебя примером, нежели я. Вот такие вот мои скромные. Не, ну, я думаю, что человек, который носит имя игрока национальной сборной, тоже может какие-то советы. Во всяком случае, нам, любителям. Так, следующий вопрос тоже от наших зрителей. Опять-таки, вот эта бородато-заезженная тема. Ну, все-таки, люди хотят знать об этом. Вопрос не от меня. Это вот баталия, которая, наверное, закончится через буквально пару лет, через года два-три, возможно, между Роналдо и Месси. Кто из них все-таки лучший? Бактыгуль, на ваш взгляд? Для меня Роналдо лучший. Роналдо? Так. Для меня они оба лучшие. Почему? Потому что Криштиан сделал сам себя. Это да, это об этом знать все. Но в то же время Месси, как говорится, чтобы чего-то достичь, не обязательно быть просто талантливым. Нужно и трудиться. Я не думаю, что Месси проснулся и такой сразу начал забивать штрафные, все штрафные, которые он бьет. Он, конечно же, на тренировках оставался и по три-по-четыре часа пробивал эти штрафные, чтобы достичь таких результатов, что делает он сейчас. Отлично. Они оба, да? Ответ Бактыгуль и Айджан. Так, дальше. Вопрос мой от Викторины. На что вам не хватает смелости? Наверное, на то, чтобы поехать в Европу и там сыграть. Мне на это не хватает смелости, кажется. Так, Айджан? Ты же была в Европе. Ладно, шучу куда-нибудь. Я думаю, то же самое, потому что это... У меня тоже просто... Не просто Европу, а вот играть за границей для меня и вот мне не хватает смелости. Как бы что-то сдерживает непонятно что. А бывали моменты или возможность, когда у вас такие были ситуации? Там, уехать куда-то? Да, вот с Бактыгуль. Нет, нет. А, то есть вместе? Да. Ну, у меня, во-первых, была учеба. И я все-таки решила, возможно, как только окончу учебу, университет, то я попытаюсь сыграть за границей. Отлично. Так, и тут прям такой вопрос. Чего вы боитесь? У всех у нас есть страхи. Кто-то боится лифтов, кто-то высоты. Я, например, жутко боюсь высоты. Прям вот честно. Я боюсь пауков. Серьезно? Я боюсь темноты. Сейчас слышат ваши соперники, защитники. Представляете, они потом на мать с пауком бегать. Так, идем на вас. Я боюсь темноты. Блин, все. И да, и высоты тоже. На какой вопрос вам хотелось бы самому ответить, но вам его никогда не задают? Какой вопрос? Даже не знаю. Не задумывались. Не задумывались? А вы задумывались? Тоже нет? Так. Если была возможность вернуться лет на 10 назад, что бы вы изменили в своей жизни? Айден. Ого. Я бы, наверное, пришла бы на футбол чуть пораньше. Ну, я пришла бы на футбол в 14 лет. Хотелось бы, не знаю, лет 8-6, как сейчас это делают. Ясно. А у вас в этой роли? Я бы ничего не хотела изменить. Я не жалею ни о чем. Все вовремя, все нормально. Это сейчас прям ответ Златану Ибрагимовичу. Я не жалею ни о чем. Я все... Отлично. Так, еще несколько вопросов. Если вам оставалось... Ну, просто можно будет пофантазировать. Если вам оставалось жить 3 дня, что бы вы стали делать? Играла бы в футбол, да? Нет. Это, наверное, нет. Это, наверное, играть в футбол, это, наверное, в последнюю очередь. Я бы сама индивидуально подошла бы к каждому человеку, которому я когда-либо сделала больно, обидела, попросила бы прощения. И, наверное, находилась бы рядом с родными. Отлично. А братство, а у вас? Я бы посмотрела холодное сердце. Серьезно? Ты гениальный был просто ответ. Сколько я задавал людям этот вопрос. А почему не на холодное сердце? Да, вот давно я не могу сходить. Отлично. Развето чувство юмора в Акуле прям вот. И заключительный вопрос. Опишите, какой вы видите свою жизнь через 20 лет? Вау, классная фраза. Через 20 лет? Через 20 лет, наверное, вот дом белый, шикарный. Муж. Футболист, да? Или не обязательно? Нет, не обязательно. Дети, дом, муж, машина, работа. Вот. Как обычно, как у всех. Ясно. А у вас один? Я, наверное, буду жить за границей. С мужем. Конечно же с мужем. Дети. И все. Вроде бы вот семья. Вот это вот моя цель. Семья? Да. И спортивный успех. Да. Отлично. Отлично. Так, один из последних вопросов тоже от нашего коллеги, Биг Султана, спрашивает, Тони Старк или Шерлок Холмс? Это касается меня. Да, ее касается. Роберт Дауни-младший. Роберт Дауни-младший. Тони Старк. Тони Старк. Тони Старк. Ясно. А почему? Потому что он крутой, он классный. Это максимум, что ему показать. У нее еще есть футболки такие. Отлично. Брелок. Ладно, чтобы было один-один и у вас, прошу, Вахтагуль. Ой, я не разбираюсь в этом. Я не смотрю. Мы с вами, я тоже, кстати, да, Тони Старк и Шерлок Холмс. Я вообще не поняла. Знаешь, что это просто два разных человека. Так, молодцы. Смотрите, мы пообсуждали с вами чемпионаты, такие вот моменты неординарные. Но впереди у нас еще чуть меньше 5 минут остается. Какие планы у вас вообще на будущее и что ожидается вот в зимний период, когда нет чемпионата? У нас, скорее всего, будет чемпионат по футзалу. И, конечно же, сейчас на данный момент проходит как бы просмотр, сборы именно по футзалу. И вот, скорее всего, в ближайшее время будет только футзал. Отлично. Вахтагуль, учитывая то, что вы свободный агент, на данный момент, какие у вас сейчас вообще планы? Пока буду два месяца здесь, готовиться к следующему сезону. Пока неизвестно, где я буду играть, за какой клуб. Пока ничего неизвестно. Я буду просто тренироваться здесь. А, кстати, вот есть когда период, человек, допустим, пока играет без клуба, то какие возможности тренироваться или с бывшей командой, или как это обычно происходит? Да, да. Вот моя азалия команда в Бишкеке, которая я с ними и буду тренироваться. Они меня примут, да? Ясно. Еще один такой вопрос. Никому не секрет, что в футболе есть тоже какие-то вот сложные моменты именно в отношениях, да, так скажем, между партнерами по команде. Ну, понятно, это есть и в любом виде спорта. В женском такое тоже бывает, встречается какое-то соперничество, конкуренция. Да, конкуренция везде, думаю. Везде есть конкуренция. И как-то, ну, мы показываем это на поле, и потом, если есть какие-то, ну, неприятные эти, и мы решаем это в раздевалке, ну, вне тренировочного процесса. Нет, айтен? Ну, у нас, как бы, как говорится, есть соперничество, но, ну, как бы Куля сказала, это происходит именно на футболе, именно когда мы тренируемся, играем. Ну, это, как бы, мы дружим между друг другом, мы, этот, подруги, что на футболе, что вне, и, как бы, у нас это проходит нормально. Достаточно нормально. Да. А соперницы, которые приезжают, с которыми вы сталкиваетесь бок о бок на футбольном поле, то с ними? У нас в чемпионате, у нас нет такого, вот если за границей, например, играем мы против Узбекистана, или же против Таджикистана, против Ирана, то тогда у нас уже там... Там уже чувствуется, что либо пан, либо пропал. Да. Ясно. Ну что ж, и в конце нашего эфира даем возможность вам передать привет, сказать какие-нибудь теплые слова или пожелания нашим зрителям, родным и близким. Отлично, чем Бактыгульс вас. Я хочу сперва поздравить с днём рождения моего тренера, Гудба Росмана. Я вас поздравляю, если вы сейчас смотрите, я вас поздравляю от всей души. Желаю вам здоровья, самое главное здоровья. Вы самый лучший тренер, я люблю вас и обнимаю. И хотелось бы передать привет моему родителям и моей подруге Алтынай. Отлично. Я тоже передам. Пользуясь случаем, хочу, конечно, поздравить Гудба Росмановну с днём рождения. Хотим сказать, чтобы вы всегда были рядом с нами, мы тоже будем рядом с вами. И то, что вы являетесь основным человеком именно тут, в Кыргызстане, именно в женском футболе, вы тот человек, который продолжил работу своего тренера, что в результате есть Азали, есть женские команды, есть женский футбол в Кыргызстане. Хочется пожелать, чтобы вы не тратили на нас нервы. Бывает то, что ругаются. Мы знаем, какой вы человек, мы вас любим и желаем здоровья. Кстати, вопрос насчёт тренера Гудба Росмановны. Она, я, конечно, видел её только у кромки поля, только на тренировках, только в играх. И кажется, что она вот, ух-ух, какая вот женщина. А вот в жизни какая она? В жизни она, можно сказать, самый добрый человек, потому что она помогает всем. У неё просто не остаётся злости, да? Наверное, всё остаётся там. А вне футбола она очень хороший человек. Да, советы хорошие даёт. И в любой тяжёлый момент она поддержит. Надо будет, она ругает, чтобы мы не унывали. И она просто, можно сказать, наша вторая мама. Именно как бы, это как тренер Манчестер Юнайтед. Как его там звать? Сэр Алекс. Да, вот она вот у нас в женском футболе, вот этот человек. Отлично. И, Айден, ваши приветы, если есть, родным, близким. Хочу передать привет моим родным, родителям. Если вы смотрите, я вас люблю. Если бы не вы, то меня бы тут, как бы, в женском футболе не было бы. И хочу поблагодарить братьев. Они меня всегда поддерживают. Иногда говорят, да, бросайте футбол, но потом за это получают сестру, всех моих близких, подруг. Ясно. Девушки, в свою очередь, ещё раз, во-первых, поздравляем Гриба Расмоновна. Желаем ему успехов, здоровья и профессиональных успехов. То же самое я могу вам пожелать успехов в вашем нелёгком деле. Мы за вами следим, за вами смотрим. И когда даже какие-то моменты, игры, мы всегда за вас переживаем. В момент победы, конечно, мы разделяем эту радость с вами. В момент поражения, конечно, мы об этом всём пишем. Но будем надеяться, что писать и говорить будем только про ваши успехи. Побольше вам здоровья и чтобы достигли своих целей. И, конечно, это уже, наверное, не только вам пожелание и нам, всем кыргызстанцам, что женский футбол из года в год, из месяца в месяц, изо дня в день будет шагать только-только вперёд. У нас сегодня в гостях побывали наши красавицы, футболистки Бактугуль Токтаболотова и Айджан Буранбекова. Спасибо вам за эфир. Спасибо вам. Мы будем ещё раз вас приглашать. Успехов вам. Меня зовут Алмаз Раимжанов. Это была телепередача «Арена». Всем приятного отдыха и хорошего настроения. Субтитры подогнал «Симон»